Добрый вечер с началом апостольского поста. На счетку с телевидения диалог о православии. Мы работаем в прямом эфире. Я традиционно, пока есть такая возможность, приглашаю всех вас задавать свои вопросы о священнике Русской Православной Церкви, настоятелю Николы Берликовского монастыря, игумену Евмению Лагутину. Отец Емений, добрый вечер. Добрый вечер. С постом всех. Да, с постом как раз. О посте мы сегодня с вами будем говорить. Ну и по нашей доброй традиции предлагаю начать с чтения Евангелия, того отрывка, который будет читаться на ближайшем воскресном богослужении. Те, кто придет, а это большинство людей, да, все по воскресеньям ходят, они услышат на церковнославянском языке и в храме. Мы же с вами с переводом сразу на русский язык, чтобы людям было понятно. Итак, это отрывок Евангелия от Матфея, глава 4, стихи с 18 по 23. Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им, идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков. И они тотчас, оставив сети, последовали за ним. Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Якова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их, починивающих сети свои, и призвал их. И они тотчас, оставив лодку и отца своего, последовали за ним. И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их, и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь, и всякую немощь в людях. Итак, мы с вами начинаем дотолковать. Видим призвание первых учеников. Начнем с самого начала. Что это за море Галилейское? Оно и сейчас существует, только оно обмелело, не такое большое, как было ранее. Это в Израиле есть такое место Галилея, и в честь этого места названо Галилейское озеро, Галилейское море. Оно происходит от Иордана, Иордан в него впадает, протекает сквозь, и из него проистекает далее, и очень большое, и такое многорыбное, потому что тепло, потому что зимы нету. Я сразу уточню, да, в Евангелии оно же, да, Генесарецким названо, и Тивериадское. Оно также называется, да, Тивериадское, потому что Тивериады есть город на Генесарецкое, и Галилейское. И, конечно же, эти все названия, но об одном и том же море-озере. Это то самое море, через которое они переправлялись на лодках в землю Гадаринскую, где Господь из Бесноватого изгнал легион бесов. То есть вот он все берега этого озера, собственно, посетил, исходил и проповедовал. Там же и в западе Блаженств, и гора Блаженств так и находится, прямо вот на берегу моря, и прочие, Капернаум, и Канна Галилейская, да, то есть где он сделал, так сказать, из воды вино. То есть множество городов, потому что очень богатое место, оно и сейчас, хотя климат тут, конечно, изменился, и уже о пустыне не идет, но там очень много воды, и поэтому и сейчас там собирает по три урожая в году огромное количество полей, садов, с бананами, с фруктами. Все вот растет просто, я говорю, удивительно. Говорили, что это самое низкое место на Земле, да, в то время? Если рассматривать геологический, так сказать, момент, то это трещина в материковой плите, которая на 400 метров ниже уровня моря уходит, и самое низкое место, естественно, на Земле, и оно залито вот рекой Иордан, и, конечно же, там и тепло, это все-таки Средиземноморье, и вода, то есть можно сажать, можно поливать, можно жить, много рыбы. Порты, наверное, в свое время были. Было, да, много войн велось за эти земли, большое количество проходит через нее путей торговых, потому что по нему легко плавать, и соединялось оно этими различными портами друг с другом, соединял многие государства, и даже Египет претендовал на эти земли в свое время. Но в нем и сейчас так же многолюдно, хотя воды стало уже меньше. В море прямо видно на камнях, вот где раньше были выбои над волн, там, когда ветер дует, то поднимается волнение, и, естественно, эрозия происходит. Вот, наверное, метров 20, наверное, уже от того места, где некогда бились волны, где некогда проповедовал Спаситель, стоя в лодке, чуть-чуть отплыв от берега. Вот сейчас там уже... Тонули там же? А? Апостолы тонули там же? Тонули, да, там же тонули апостолы, а сейчас это вот просто уже земля, то есть пешком ходишь на том месте, где некогда были волны Галилейского озера. То есть убывает оно, убывает эта проблема для Израиля. Что это за страна такая Галилея? Да, ведь и сам Господь там родился, все апостолы были с Галилеи. И еще в Евангелии мы читаем такой момент, его уточняют Галилея языческая. Ну, по-нашему, так сказать, это провинция такая, это вот провинциальная земля, так сказать, крестьянская такая вот, языческая, потому что там в том числе и язычники проживали с момента завоевания, когда еще Вавилон завоевал израильское государство. Он туда вселил с Вавилоном пришедших людей, и так они там и проживали потом. Но также там и проживали израильтяне, верующие, искренние. То есть множество народов там было, да? Да, очень много такой смешения, я бы сказал, языков, и поэтому те израильтяне, которые жили в Иерусалиме, там они более были сгруппированы, и меньше было язычников среди них, и поэтому они относились к этой провинции, так сказать, с превозношением, с уничижением к ней относясь. Ну, вот там живут, в общем-то... Как у нас сравнят в Москву и там окраины России, да? Да, и вот где-то там далекие какие-то городки, вот так и здесь. Это было такое же сравнение, что там живут крестьяне, рыболовы, язычники, они-то верят, в общем-то, ничего не понимают, не соображают, и вот так к ним и относились. Даже акцент у них в говоре был, да? Естественно, так как это было отдельное такое жизненное пространство отдельное, то произошел свой говор. Ну, как у нас там вологетские, там, окают, там, мы, москвичи, акаем, там, кто-то там еще как-то изменяет свою речь. Да, то есть это тоже самое там произошло, и по этому говору своеобразному и узнавали как раз апостолов, и говорили, а, так вы тоже с Иисусом Назареем пришли. То есть их узнавали по акценту. И когда, наверное, у костра, да, предательство уже, отречение было Петра? Также было, конечно же, когда Петр зашел во двор архиерейский, где был суд над Спасителем, его также узнали около костра по его разговору, по его смуглому лицу, загоревшему на солнце. И говорит, а ты был оттуда же, да, и речь тебя, так сказать, явно показывает, что ты вместе с ним был. То есть это все вот как раз говорит об этом таком жительстве совместном. Но, тем не менее, эти люди были верующие, и мы видим, насколько верующими были все апостолы, которых Господь призвал, и они все искренне ждали пришествия Мессии, и задумывались об этом, как Нафанайл, например, под Смоковницу. Все они ждали, думали, искали, как Андрей первозванный, брат Петра. То есть мы к ним видим отношения, так сказать, внешние, как к таким рабочей крестьянской среде. А внутренние-то они были высоки в своей искренней, может быть, простодушной, но тем и сильной, на самом деле, вере. Потому что эта вера позволила апостолу Петру по воде ходить и исцелять бесноватых и умерших воскрешать. Да, как их называют, с царским сердцем в груди. – Действительно, да. То есть мы под сермяшкой, внешней одеждой такой простенькой, часто не видим внутреннего богатства личности. А здесь вот как раз то же самое и происходило. То есть все первосвященники, архиерей, жившие в Иерусалиме, в центре, в столице, они к ним относились как к чему-то такому второсортному, к этим апостолам. А эти люди второго сворца для первосвященников стали теми, кто стал провозвещать веру и Евангелие по всему миру и послужил строительству Церкви Христовой во всем мире. – Зачем вообще Господь набирает себе учеников? – Ну да, действительно, можно было бы, так сказать, ведь Господь всесилен, мог бы сказать слово, и все бы его веровали. Но это было бы насилием. Поэтому Господь посылает вестников, точнее сказать, благовестников, благовестия, Евангелия, которые разносят это во всем мире и через которых Господь призывает каждого человека по свободе выбора, по свободе воли прийти к нему. То есть они были свидетелями. Он так и говорит – вы мои свидетели. И вы засвидетельствуете перед всем миром о том, что я говорил, что я делал, что воскрес и был распят на кресте. То есть их призвание, конечно же, не случайное. Господь предуведел о их рождении. До их рождения еще знал они их. Но среди них, конечно же, тем не менее, был и Иуда предатель. Но вот все равно и его Господь тоже призвал в апостольский чин не просто так, с каким-то умыслом, с промыслом Божиим о спасении человечества. И здесь мы видим, что этот промысел, это избрание, оно было правильно. Мы видим, что все так и произошло, как Господь и закладывал им в сердца. Хотя и апостол Петр был искушен и, испугавшись, убежал, предав Господа. И другие апостолы разбежались. У креста стоял только Иоанн Богослов. Хотя ему было там 16 лет мальчик совсем. А другие апостолы потом покаялись? Мы знаем Петра отречения, покаяния, потом другие-то. Ну, действительно, мы из Священного Писания знаем о искреннем покаянии апостола Петра. И о других мы ничего не знаем. Но, конечно же, покаялись, потому что иначе бы они не стали бы апостолами и не стали бы провозвестниками даже до смерти. Потому что все они погибли мученической смертью за то, что благовествовали Евангелие. По всему миру и строили церковь Христова. Они отдали свои жизни за Христа. Конечно же, та слабость, которая у них была, но она и духовно объясняется. Потому что это же происходило до сошествия Духа Святого на апостолов. Когда они испугались. То есть они еще не облеклись силой, как мы читаем в Евангелии. Господь говорит, находитесь в Иерусалиме, никуда не уходите, пока не облечетесь силой свыше. То есть пока не сойдет на них благодать Духа Святого. И после того, как Господь послал им Духа Святого, и в виде огненных языков они его приняли, они уже ничего не боялись, даже до смерти. То есть выбор Господа был совершенно четкий, ясный и правильный. Мы это видим потом в совершившемся уже в делах, этот выбор. Но и, повторюсь, Господу нужны были именно люди. Хотя Он и Сам проповедовал, Он Сам своим собственным, так сказать, примером показал, как, что говорить, что делать, как жить, к чему стремиться. Но для проповеди Он выбрал эти 12 апостолов. Хотя и еще были другие апостолы от 70, как говорит Священное Писание. То есть около 70 человек ходило вместе с Господом. Их тоже также в дальнейшем все знали как проповедников Евангелия. Да, мы пока затронули тему отречения. Удивительно, вот разговор Господа с Петром уже после воскресения. Господь ведь не укорял Петра за то, что натрекся. Он только спрашивает, любишь ли ты меня? Ну, мы видим в этом, опять же, во-первых, любовь Божию, которая никогда нас не обличает, а лишь призывает. И здесь Господь этим вопросом призывал Петра подтвердить, что в тот раз, когда он отрекся от него трижды, он по слабости своей, по непродуманности, по неразумию своему так сотворил. И здесь он его трижды, там три раза он отрекся, здесь он три раза его спросил, любишь ли ты меня? Чтобы покрыть этим тремя подтверждениями любви к Богу те слова, когда Петр отрекся от него. То есть, таким образом, он, как бы сказать, очистил его душу. Восстановил в апостольском служении. Да, его душу очистил от тех грехов и восстановил его в апостольском служении, конечно. А почему Господь спрашивает, любишь ли ты меня больше, чем другие ученики? Это трудно сказать, потому что не описывается в Священном Писании, почему именно так Господь поставил фразу. Но, наверное, потому что своей жизнью апостол Петр показывал всегда особую любовь к Богу. И ведь он же воскликнул, что если даже все отрекутся, Господи, я вот на смерть пойду. Есть такая самоуверенность с другой стороны, да? То есть, он не отрекусь, чем другие. С одной стороны, это порыв такой, горячка такая, темпераментное поведение, что было присуще Петру. А с другой стороны, оно происходит, конечно же, из-за самомнения Петра, что даже все остальные слабаки, а я вот устаю. А теперь Господь спрашивает, больше, чем они любишь ты? Больше они, да. Как же ты теперь? И Петр понимает, что это тоже намек на то, что раньше он говорил. То есть, это к смирению вопрос был для Петра и напоминание, что не забывай, что нету сил человеческих для борьбы с грехом и с немощами человеческими. Только Божьей силой мы можем это все победить. Вот здесь как раз об этом. Да, и потом даже апостол Петр, когда Господь третий раз спросил, он опечатился и сказал, ты все знаешь. Ты все знаешь, Господи. Ты знаешь. Ты знаешь, что я люблю тебя. Здесь он уже начал даже сомневаться. Может быть, он просто думает, что любит Господа. Как раньше говорил, что я не отрекусь. Или по-другому. Или другую интерпретацию, можно сказать. Здесь, может быть, он как раз вспомнил те события, что он отрекся и, может быть, думал, ну, Господь, напоминает мне о том отречение, но я же все равно тебя люблю, Господи. И ты знаешь, Господи, что я тебя люблю. Хотя я отрекся тогда. Может быть, об этом Петр говорил. Этого нет в Евангелии, полной расшифровки вот этой беседы, разговора с Господом. Но здесь и то, и другое, оно вполне уместно. Размышление. Да, это как бы тоже с двух сторон мы с вами же рассматривали, да, когда Господь пошел на смерть, да, и сказали, вот, юноши учеников, я не забыла кто, сказал, пойдем, и мы умрем с ним. Здесь тоже вот, либо пойдем в таком порыве, и умрем с ним, либо, а если мы пойдем, то умрем с ним, то тоже вот цифры. Да, да, можно двояко. Но, конечно же, здесь был порыв такой, опять же, темперамента неразумного такого, ревности по Бозе неразумного. Да, и пойдем, и мы с ним умрем, да. На самом деле, сил-то на это нет, у них не было на тот момент. И дальнейшие события показывают, что они убежали все от страха. Какой уж там смерть. Они даже его сопроводить на крест не смогли. Они все отсиживались по тайным комнатам, прятались. Это вот как раз и говорит о том немощном состоянии естества человеческого до схождения на них благодати Духа Святого. А потом они уснули, когда Господь просил, не спите, я помолюсь. А это уж, да, очень яркий эпизод действительно такого. Ведь он избрал не кого-то там, а самых из самых, так сказать, самых-самых апостолов, да, Петра, Якова и Анна, то есть которых, ну, приблизил к себе уже, ну, по полной программе, то есть он ближе, к нему не было никого. Если Иоанн просто даже возлежал у него на плече на Тайной Вечере, вот просто лежал и на груди Господа, и спрашивал, а кто, Господи, тебя предаст? Да, и вот именно их он позвал после этой Тайной Вечери, и, тем не менее, они просто заснули. Просто вот... Ну, Господи, не спите, бодрствуйте. Да, три раза, да, три раза Господь молился, и всё это время они засыпали. И что? Ну, как это объяснить? Только немощью человеческого естества и непониманием происходящих событий, насколько они страшны, суровы, вот эти моменты, которые надвигались на них. Они просто были в этот момент расслаблены. Ну, что, мы с Господом, что нам? Нам не страшно. Они же привыкли, что Господь их защитит в любой ситуации. Накормит. Он накормит, когда кушать нечего было, пять тысяч человек. Спасёт, когда тонет. Когда тонем, да, только разбуди, Господи, да мы вот тонем. Да, всё запрещает, всё, и утихла буря. Он и от бесов, он и от каких-то людей, то есть от всего. То есть с Господом они были всегда защищёнными, чувствовали себя. И поэтому здесь они не ощущали надвигающейся беды, надвигающихся событий, к которым они были совсем, ну, как показывается ситуация, не готовы. Как мы знаем, Господь на общественном служении был три года. Вот это призвание учеников, оно в самом начале состоялось, или какое-то время всё-таки прошло? Ну, об этом не сказано в Священном Писании. То есть вот конкретно, вот он вышел сегодня, а завтра уже апостолов призвал. Но мы понимаем, что, допустим, Андрей Первозванный, он был учеником Иоанна Крестителя. И Иоанн Креститель показывал своим ученикам, вот идёт Агнец Божий, вземлющий на себя грехи мира. То есть этот срывок Евангелия, это вторая встреча получается, да? Да, то есть это Андрей Первозванный был ещё учеником Иоанна Крестителя, и не был ещё и учеником. Но он, значит, встретился на Иордане в момент его крещения, он его видел. И потом уже его призвал Господь вторично, то есть второй раз вторично встретились с ним, когда Господь его призвал. А он уже позвал и Петра. Поэтому я думаю, это всё-таки не первый раз. Есть ли смысл в том, в Евангелии везде есть смысл, да? То, что Господь призывает братьев. Здесь Пётр, Андрей, Иаков, Иоанн. То есть... Ну здесь, мне кажется, всё-таки, конечно же, связи с благочестивыми семьями. То есть от доброго древа происходят добрые плоды. И если в семье родился такой ребёнок один, то и второй ребёнок был достойен апостольского звания. Это первое размышление. А второе, ну, конечно же, церковь – это как братья и сёстры. И Господь сам говорит, вы – братья мои. И поэтому он и братьев призывал. И здесь и этот смысл можно так же принести. То есть жизнь по-братски, да? Да, жизнь в семье по-братски. И мы, конечно же, понимаем, что через любовь братскую между апостолами Господь показывает, что и все мы должны друг к другу относиться, все верующие во Христа и в церкви находящиеся друг к другу, как к братьям относиться. То есть, как и всегда, Господь множество смыслов закладывает в то или иное событие, в то или иное ситуации, и в то или иное слова свои. И здесь то же самое, так вот, многоуровневое такое понимание, почему братьев призвал. А как относиться к братьям? Как жить по-братски? Ну, универсальный закон – чего ты хочешь для себя, то желай и другим. И чего ты не хочешь для себя, то и другим не желай. Это как бы, ну, возлюби ближнего своего, как самого себя. То есть, вот это и есть по-братски жить, и здесь мы ко всем людям должны так относиться. Почему? Потому что мы не знаем, кто будет нам братом или сестрой на страшном суде, кто пристанет и войдет в Царство Небесное. Ведь там-то мы будем как братья и сестры. Если мы здесь будем ссориться и ругаться, то как же мы там будем вместе жить и, так сказать, непримиренными. Надо со всеми примиряться. Мы знаем, что Петра звали Симон. Почему Господь меняет имя? Ну, также несколько таких можно объяснений привести. Во-первых, мы, как люди немощные, все смотрим на внешнее. Ну, рыбак он и рыбак, такой простой. А Господь показывает на внутреннее. И Симон – это человеческое имя, которое… Ну, просто Симонов много было на тот и сейчас Сименов много. А вот Петр было дано имя ему не просто так, а с указанием на внутренние качества души апостола Петра. Даже есть такой город Петра, из камня высеченный. Так вот, Петр внутри высечен из камня веры христианской. Он – это первый человек, кто назвал Господа Сыном Божиим, Христом, Спасителем, Мессией. То есть до него только Иоанн Креститель говорил, что это агнец Божий в земле грехи мира. То есть само утверждение, что ты, Христос, Сын Божий, дал Петр. И Господь ему ответил, блажен ты, Симон, сын Иоанн, ибо это Отец мой Небесный тебе открыл. То есть вот эта внутренняя твёрдость веры, вот этот камень, фундамент здания церковного, камень веры, на котором построилось всё здание, камень его отверговший, зиждущий, сей бысть во главу угла от Господа висей. Это есть такие даже слова. Так вот, этот камень во главу фундамента, в главу угла положенный, это и есть вера Петра. И ему ангелы сказали, что когда Господь воскрес, иди и утверди братью свою. Да, краеугольный камень – это Господь. Мы с одной стороны, конечно, Господь, потому что без него ничего доброго мы сделать не можем, и апостол Пётр также без Господа сколько ошибок сделал. Но ещё и вера, тоже краеугольный камень нашей внутренней жизни. И здесь Господь как раз указывает именем Петра, указывает, что вот эта вот внутренняя его вера – это камень. И на семь каменей строится церковь. Ну а вообще, да, ещё и в Ветхом Завете Господь менял имена праведников, да? То есть там Авраам, Авраам стал. То есть много таких вот моментов. Ну да, это традиция такая, в общем, церковная и ветхая. Даже в монашестве даётся. Да, и в Ветхозаветной церкви, и в Новозаветной церкви, и в монашестве меняются имена. То есть, конечно же, в этом есть смысл такой духовный, что имя плотское, данное при рождении по плоти, оно как бы обозначает одну жизнь человека. А имя, данное же от Господа, ну, как вот Аврааму, да, или другим патриархам Израиля, да, Господь давал имена, они, эти имена уже духовного значения имеют. И сам человек, носящий уже новое имя, он по-другому начинает жить. Как и в монашестве, то есть монах постригается и совершенно другую жизнь начинает жить. Ещё немного поговорим об апостоле Петре. Ведь на самом деле он является, да, таким лидером. Лидером возглавил общину, да. За какие качества вот его Господь призвал? Почему вот именно он был избран на главенствующую такую роль? Ну, мне кажется, что здесь, конечно же, была первопричина – это твёрдость его веры. И горячую любовь к Богу. Ведь не зря Господь спрашивал, любишь ли ты меня. Конечно же, он любил, и Господь знал, что он любит, конечно же. И поэтому за вот эту горячую любовь, которую мы видим, как она ярко везде проявляла себя, что в хождении по воде. Ведь он один-единственный воскликнул, Господь, если это ты, повели мне прийти к себе по воде. Никто из других апостолов даже в голову такое не пришло. И в дальнейшем его проповеди, горячие, темпераментные проповеди, призывали ко Господу, к крещению во Христа по пять тысяч, по три тысячи, по шесть тысяч. Огромное количество людей за одну проповедь апостол Пётр призывал из иудеев к обращению в христианство. Это тоже то, ради чего Господь его призвал и ради чего его любил. И почему он, собственно, первоверховным и стал. Потому что такой горячей любви, твёрдой и горячей веры, и такого темперамента с напором другие апостолы не имели. Если только, может быть, апостол Павел тоже имел такое же устроение проповедника. То есть мы видим, что в качестве проповедника Пётр, конечно же, впереди. Послушаем, звонок у нас есть. Пожалуйста, говорите, мы слушаем. Отец Евминий и Галина, добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте, здравствуйте. С праздником. Постом. Батюшка, благословите. Бог благословит. Меня зовут Татьяна. У меня такой вопрос. Возможно ли постичь тайну Божьего промысла в земной жизни? И что для этого надо делать? Спасибо. Благодарим за вопрос. Спасибо за вопрос. Тайна земного промысла, о чём в вопросе, так сказать, я не услышал. Но могу сказать такую вещь, что промысел Божий открывается только Богооткровением, потому что умом человеческим промысел познать невозможно. Какие бы мы ни были умные, начитанные и, так сказать, высоко образованные люди, мы не можем постичь промысел Божий. Человек не может даже знать, что завтра с ним произойдёт, что сегодня через час произойдёт. А промысел Божий распространяется не на десять, не на сто лет, и даже не на тысячу. Уже две тысячи лет прошло с времён распятия и воскресения Христова. И поэтому промысел Божий постигается только тогда, когда человек общается с Господом, и происходит Богооткровение этого промысла о человечестве. Это и в Священном Писании. Например, Откровение Иоанна Богослова. Через него Господь открыл кончину века, и что будет происходить в конце жизни человечества. Или те пророки, которые ветхозаветные писали о пришествии Христа, или о каких-то других моментах. Или то, что апостолы учили и открывали тоже Богооткровение о духовной жизни, о каких-то заповедях Христовых. То есть это всё мы умом не могли бы придумать и понять. Это только возможно через Откровение Божье. И если к вашему вопросу вернуться с точки зрения отдельной, взятой человеческой жизни, то мы также не можем умом понять промысел Божий о нас. Мы можем только его узнать, если Господь захочет нам его открыть, или не узнать. Но в любом случае промысел о каждом из нас, он есть. И, ну, как сказать, случайностей в жизни человека не бывает. В Евангелии мы читаем, Господь говорит, что волосы на главе вашей сочтены, и ни один из них не упадет без воли Божией. Это прямые слова о промысле Божьем за каждого человека. Поэтому это надо чётко понимать, уповать и знать, что Господь по своей любви к нам, а она намного больше, чем даже родительская любовь к своим чадам, по своей любви к нам Господь нас никогда и нигде не оставляет, не оставит, и везде будет промышлять о нашем спасении. Хотя нас будут посещать, может, какие трудности, болезни, скорби, тесноты, но даже и это всё промыслительно Господь нам посылает для нашего спасения. Вот это надо точно понимать. Ну, а если будем, так сказать, иметь смирение глубокое, то Господь откроет нам промысел о нас, грешных. Ждём ещё звонки. Мы знаем, есть два первоверховных апостола. Это Пётр, мы сейчас с вами говорили, и Павел. Как раз вот мы пост сейчас, апостольский пост, в честь них, 12 июля будет праздник. Апостол Павел, он же при жизни земной никогда не видел Господа. И как же он стал первоверховным апостолом? Стал он удивительно в тот момент, когда шёл в Дамаск, чтобы там поймать всех христиан. У него было предписание. То есть он гонителем христиан? Он был гонитель, да, очень ревностный такой гонитель. И он даже стоял, держал одежды тех, кто побивал камнями первомученика Стефана. Он присутствовал при убийстве одного из христиан, Стефана Архидиакона. И для этого и в Дамаск шёл, чтобы там поймать, привезти на судящего Салим христиан, чтобы их тоже убили. То есть он искренно считал, что он борется за правду, за истину, что он служит Богу тем, что убивает христиан. И вот таким образом он шёл в Дамаск. И на пути в Дамаск ему явился Господь, и он ослеп. И уже в слепом состоянии его довели под ручки в Дамаск. И там ему было открыто Господом, что ему надо креститься от Анании. Крестили его, и тогда он прозрел. И с этого момента он уже, прозрев телесными очами, он также прозрел и духовными очами. И с этого момента общение с Богом, Бога откровения о Нём, что Господь ему сказал, «Саул, Саул, трудно тебе идти против вражна, то есть против моей силы». Он спрашивает, кто ты? «Я Христос, которого ты, Иисус Христос, которого ты гонишь», ответил Господь. И с этого момента Павел, Саул стал Павлом, проповедником, и много раз испытывал и биение, и оскорбление, и до смерти пострадал, проповедуя в дальнейшем же Евангелии христианской жизни. А известно, откуда имя Павел появилось? То есть Пётр – камень, а Павел? – Ну, Павел – это Саул, наверное, в переводе, так сказать, в упрощённом, приближённом. Саул, Павел. То есть слово «Саул» – это Саул, то есть это такой ветхозаветный был царь Саул. Вот, наверное, в честь него он был назван родителями своими. Тем более, что он из рода Вениаминова, из Калины Вениаминова, так же, как и царь Саул был. Скорее всего, в честь него. – Он был римским гражданином, которым, как мы читаем, в Тарсе, они жили, родители, и родился он в Тарсе. И они были высокого рода, так сказать, римские граждане. А это позволяло им пользоваться многими привилегиями Римской империи. И, конечно же, он получил это по наследству от своих родителей римской, такое вот звание гражданина Римского империи, что ему позволяло, в дальнейшем очень помогало проповедовать во всех уголках Римской империи христианство. То есть и здесь промысел Божий есть о нем. То есть к нему даже и прикасаться в дальнейшем боялись те, кто на него гонение начинал. По крайней мере, все начальники военные, которые пытались его сначала брать под стражу, как только он говорил, что я римский гражданин, они сразу опускали руки. Говорит, ну вот здесь вот только, собственно, через суд. И как он и попал на суд к Кесарю, он потребовал. Я римский гражданин, я требую суда у Кесаря. Почему они первоверховные? Из-за того, что много именно деяний святых апостолов, и о них там все описано? Первоверховные по количеству дел, сделанных им на поприще евангельского проповедания, и по количеству тех церквей, которые они открыли и создали общин, сколько они создали. Они же из города в город переходя, и Петр, и Павел, они очень активно проповедовали, и крестили, и призывали, и, собственно, их трудами большая часть церкви была создана. Хотя и другие апостолы трудились, но они, конечно же, не так много сделали, хотя тоже очень много Матфеев в Африке проповедовал, Иоанн Богослов в Азии, Фома, который неверующий апостол Фома, до Индии дошел. То есть мы понимаем, что каждому было свое послушание от Господа прописано, и каждый нес его по своим силам. А у нас апостол Андрей, да? Да, вот через Черное море по Волге апостол Андрей поднялся даже до Валаама, как некоторые говорят, и в Киеве поразгласил, что будет здесь множество церквей, поставил крест. То есть вот эти холмы киевские он осветил своей молитвой и благословением. И на Валааме тоже он был, где сейчас вот монастырь Валаамский. Апостол Петр и Павел при жизни встречались всего несколько раз, и мы читаем, что даже между ними какие-то конфликты, некоторые разногласия были. Тем не менее, в истории церкви они стали неразлучными, нераздельными. На иконах они часто вместе, даже так вот они близко друг к другу. Ну, они действительно близки друг к другу, потому что Петр отрекся от Господа, Павел гнал его. То есть они начали, так сказать, свою проповедническую деятельность с греха, с тяжелых грехов, отречения от Господа и даже гонений на Него. Но вот Господь видел их внутреннюю простоту и твердость веры, и поэтому их призвал. И здесь они как братья. То есть в Господе все объединяются? – Действительно, Господь, Он же для всех Отец, и поэтому всякий, кто приходит к Богу, Он становится братьем для всех, кто также к Богу приходит. И здесь мы тоже это очень ярко видим, Петр и Павел, они такие же братья во Христе, как и все мы. И каждый послужил по-своему. Павел, например, очень был образованным. Он ученик Гамалиила, известного учителя израильского. И это ему позволило проповедовать среди иудеев, именно ученых иудеев, начитанных иудеев. То есть он, как говорят, мог заткнуть за пояс любого соперника ветхозаветного, так сказать, Писания. Здесь Павел, его вряд ли кто-то мог превзойти, потому что у него были, как сейчас говорят, академические знания в этой области. А Петр, он проповедовал своей любовью, своей твердой верою и вот таким внутренним рвением и темпераментом. Конечно же, здесь трудно сравнивать людей друг с другом, но мы видим, что и тот, и другой были просто такими горящими факелами, на свет которых, верою горящими, да, на свет которых пришло огромное количество людей и сейчас приходят. Почему они празднуются вместе 12 июля? В этот день, хотя и в разные годы, они были убиты в один и тот же день. Петра распяли на кресте, причем вниз головой, потому что он сам сказал, я недостоин, насколько глубоко он понимал свой грех первый, да, который потом покаялся, отступление от Господа. Я недостоин, чтобы меня распяли на кресте, как Господа, поэтому его распяли вниз головою. А Павлу Нерон, по приказу Нерона, отрубили голову мечом, усекли, ну, как римскому гражданину, его казнили именно, вот, как говорят, с почестями, потому что отсечение мечом считалось такой вот привилегированной казнью. И пострадали они в один и тот же день, поэтому Петра и Павла. У нас есть звонок, послушаем? Послушаем. Пожалуйста, говорите, мы слушаем вас. Добрый вечер, батюшка, благословите. Бог благословит, добрый вечер. В бегущей строке написано, что в воскресенье в вашем монастыре будет празднование иконы лапзания Господа Иуды. Это же было предательство. Почему праздник? Спаси Господи. Да, спасибо за вопрос. Действительно, не у всех, так сказать, в голове укладываются вот эти такие события, да, предательство Иуды. Некоторые даже спрашивают, а вот иконочка там, ну там действительно Иуда, воины первосвященнические изображены, спасители. А как так вот целовать? А если, говорит, я Иуда поцелую, да? То есть многие всегда, как сказать, с опаской относятся к этому сюжету. Но, тем не менее, Господь эту иконочку сам прославил чудесами. В нашем монастыре она была явлена. И, собственно, вот ее празднование, явление этой иконочки и будет в это воскресенье, 10 воскресенье после Пасхи. То, что предательство на ней изображено, это правильно. И мы действительно, ну, как можно оправдать, да, трудно как-то оправдать. Но можно здесь, в этом сюжете предательства Иудина увидеть еще и другое. Насколько Господь любил в том числе и Иуду. Ведь он же буквально за часы до его предательства, он ему омыл ноги. Он с ним на тайный вечер возлежал, он его везде и всюду водил с собою, как апостол. Он призвал его к апостольскому служению. Он мог ведь его и не призывать, да? Он, Господь ведь знал, еще он даже не родился Иуда, Господь знал, что будет. Но, тем не менее, он его призвал к апостольскому служению, потому что, действительно, качества его души были апостольские. Но вот эта вот страсть сребролюбия, она привела его к предательству. И, тем не менее, Господь и ему дал шанс. Вот даже в момент предательства, ведь он обратился к Иуде с удивительными словами. Дружи. Да, он сказал, дружи, твори, на что пришел. И удивительно, вот, то есть, друг, зачем он это сказал? Почему он не сказал? Да чего ты, как ты мог? Или почему ты меня предал? Я же к тебе так относил. То есть, по-человечески мы множество фраз можем составить. А он его другом назвал. И вот это нам показывает то, что Господь и в этот момент предательства протягивает Иуде руку и говорит, ты покайся, главное. Вот сейчас ты меня предаешь, и это понятно, да, и я это знал. Но ты потом приди и покайся. И если бы Иуда покаялся бы, а не повесился, да, он даже повесился с третьего раза только смог. Господь не позволял ему сразу же повеситься. То есть, то сучок ломался, то веревка рвалась. Только с третьего раза он сумел повеситься, да. И здесь мы видим, опять же, проявление любви Божией к Иуде. То есть, если бы он покаялся, потом Господь простил бы ему этот грех. Как Петру простил грех отречения. То есть, эта икона, она еще очень такая обнадеживающая каждого из грешников. То есть, как бы мы ни грешили, если мы покаемся, Господь нас примет. Вот это удивительная любовь Христа. Ведь Он же дал себя поцеловать. Он мог его оттолкнуть. Он сказал, а чего ты меня целуешь? Ты меня предавать пришел? Он мог и не подпустить к себе. А Он дал ему себя поцеловать. И Господь каждому из нас также дает вот такую же возможность спасения. Как бы мы ни грешили, Он все равно дает возможность потом прийти, обнять Господа и покаяться. Со слезами покаяться о своих грехах. То есть, эта икона, конечно же, великое такое утешение для грешников. Кроме того, она была чудотворная. Ваше монастырь, да? Ваше монастырь чудотворное. Единственный такой образ с таким сюжетом, который являл множество чудотворений, о чем наши монашистующие братья записывали, ввели тетрадочку и там и бесноватые стрелялись. До революции это было, да? Ну да, до, конечно же, гонений. До коммунистических, большевистских гонений. И первое, из чего она, собственно, была явлена, это прозрение женщины, которая родилась с таким нарушением глаз. У нее веки росли внутрь, она была слепая, можно сказать, слепорожденная. И ей в сонном видении явился ангел, сказал, иди, Николай Берликовский пуст, найди эту иконочку. Показали икону Лапзания. Отслужите молебен, попроси батюшек, там, монахов, чтобы отслужили молебен водосвятный этой водой. Умойся, и ты прозреешь. Действительно, так и произошло, но уже не с первого раза, потому что первый раз не нашли, а служили перед простой иконой спасителя. Ничего не произошло, чудо. Второй раз ей также было явлено, где эту икону найти в монастыре, в Просфорне, в Пекарне. Она, слепая женщина, привела туда монахов, они нашли иконочку, отслужили, действительно, она прозрела. И с этого момента пошло огромное количество чудес, исцелений от этой иконы. И поэтому мы и здесь видим через то, что, казалось бы, при таком сюжете Господь исцелял. От этой иконочки множество. А вы сейчас празднуете летом, как в память о прошлом, да? То есть тогда тоже летом? Ну, вот было установлено так празднование братья монастыря, что 10 воскресенье после Пасхи празднуется явление иконы Лапзания Христа Иудовского. Скорее, да, вот, значит, где-то вот в такой же летний день она была явлена. То есть у нас на литургии будет воскресенье, крестный ход? Да, крестный ход вокруг храма и литургия. И будем, так сказать, помолимся иконочки. Всех приглашаю, все приходите помолиться, приложиться к этой иконе. Она, конечно же, удивительная. Сейчас список, да? Удивительная. Да, у нас есть список дореволюционной этой иконы, и мы пред ним молимся, и его, собственно, будем чествовать. Есть еще звонок. Пожалуйста, говорите, мы слушаем. Отец Евмений, Галина, добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Виктор. Хотел бы задать вам следующий вопрос. В Евангелии есть такие слова. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас только хорошее. Как понимать эти слова? Благодарю вас. Да, благодарю вас. Ну, мы видим, что в этом мире нас хвалят в основном тогда, когда хотят, как говорят, подлизаться, да? То есть польстить. Выслужиться. Выслужиться, что-то достичь. То есть какой-то манипуляции произвести с человеком. Как его можно ублажить, чтобы он ответил нужное, так сказать, тебе? Ну, конечно же, похвалить, конечно же, польстить, чем-то его, так сказать, обрадовать. И здесь как раз просто ясно говорится. Горе вам, если вас только хвалят. Потому что мы не можем жить безгрешно. Мы обязательно согрешаем. И тот человек, который нам говорит, да нет, у тебя все хорошо, да нет, ты совершенно, так сказать, без греха, ты вообще замечательный, удивительный, прекрасный. И еще множество лестивых слов говорят. Конечно же, он нам враг. Потому что он усыпляет нашу совесть, потому что он не дает нам видеть свои грехи. И таким образом мы погибаем. И наоборот, тот человек, который нам показывает наши ошибки, говорит, а вот ты здесь ошибаешься, вот здесь надо исправиться, вот это неправильно. Вот этот человек наш друг, он показывает наши ошибки. И значит, мы их увидев, можем измениться и спастись. Это в Ветхом Завете также сказано, что скажи человеку его грехи, и если он разумный человек, он тебя поблагодарит. А если он глупый человек, он на тебя разозлится. Вот здесь надо понять, какой же ты, разумный или глупый. Поэтому те, кто нам показывает наши ошибки, это наши друзья. Те, кто нам льстят, хвалят нас, это наши враги. – Осталась всего одна минуточка. Все-таки про апостольский пост несколько слов и благословения еще раз. – Действительно, он не такой долинный пост, не такой строгий пост. Мы в нем сейчас находимся, должны поститься. И давайте вспомним всех апостолов, как они потрудились Богу и Церкви, как они и постились, и молились, и страдали, и мучились, и погибли за веру. И хотя бы чуть-чуть приблизимся к их святости в наших трудах постнических, в наших молитвах, в нашем дерзновении измениться в лучшую сторону. Помощь вам всей Божией и молитвенному предстательству всех апостолов. – Благодарим, что вы к нам приезжали за ваши труды, за ваши заботы, за вашу любовь о нас грешных. – Ну, на сегодня это все. Мира всем, любви, добра. Ходите в храм и ищите Бога. До свидания. – До свидания. – Субтитры создавал DimaTorzok